Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и рубрика лайфхаки. На сегодня я вам подготовила очень интересный лайфхак, который увидела в ТикТоке. Девушка с помощью подручных средств, даже которые, может быть, нам не нужны, и даже они, может быть, плохие, но для этого лайфхака они сработают очень хорошо, я надеюсь, и сейчас это проверю. Она сделала свои ресницы просто невероятно крутыми, как будто они нарощенные, как будто они, я не знаю, использовалась супер-мега-крутая тушь, но при этом она сказала, что тушь может быть любая, даже самая та, которая не делает вообще никакого эффекта. Сейчас на мне тушь самая отвратительная, которая у меня есть, в том плане, что она не делает никакого эффекта, она не делает ни объема, ни длины, ничего. Сейчас вам покажу поближе. Я накрасила один слой, видите, вот такая вот она. Лишненькая уберу. И теперь для лайфхака нам понадобится с вами тональный крем, можете использовать, или консилер. Я один глаз сделаю, допустим, консилером сейчас, да, но это только в удобстве нанесения, потому что тональный крем мы будем наносить пальчиком, а консилер мы будем наносить кисточкой. Посмотрим, что даже удобнее. И нам понадобится пудра, любая пудра абсолютно. Ну что, поехали! Ой, совсем забыла! И еще нам понадобится наша самая стрёмная тушь, которую мы сделаем супер-пуперской. Итак, начинаем. Что нужно сделать? Вот накрасили мы один слой, я так понимаю, можно сразу, наверное, до вообще накрашивания ресниц это сделать, но я уже сделала один слой, поэтому мы будем второй слой красить уже так, как надо, по лайфхаку. Берем с вами любой консилер, который вам не подходит по цвету. Вот этот, кстати, мне не подходит по цвету. И начинаем наносить его на кончики. Именно на кончики, где у нас самые тонкие волосонки. Волосонки. Вот так. Наносим. Кисточкой довольно-таки удобно пользоваться. Посмотрю в зеркало, все ли я сделала верно. А то сейчас лайфхак не получится, будете меня потом ругать. Ааа, я влезла! Ладно, это не страшно. Консилер можно убрать. В общем, я промазала кончики. Теперь я беру пудру. Пудра у меня вот такая, матирующая, но, в принципе, тоже не важно, какая пудра и какой цвет пудры, тоже не важно. Мы берем вот так вот и теперь вымазываем наши кончики ресниц пудру. Может, это сделать лучше пальцем? По-моему, пальцем будет более контролируемо. Слушайте точно, девчонки, тональным кремом будет даже лучше или консилером, но наносить пальцем. Все. Теперь мы красим тушью. Берем нашу самую стрёмную тушь, мою самую стрёмную тушь и красим реснички. Что-то непонятно. Мало туши. Ну, кончики явно уплотнились. Ну-ка, смотрите. Сравните вот этот глазик и вот этот глазик. Также она сказала, что можно использовать это и второй раз, если недостаточно объема. А мне кажется, мне что-то недостаточно. Давайте сделаем еще один слой. Буду все наносить пальцем и консилер. Ой, сейчас что-то будет страшное. И теперь пальцем берем пудру. Вот кажется, сейчас будет вообще эффект какой-то. Слушайте, мы так можем красить просто белые ресницы. Это идея для белых ресниц. Снова берем нашу тушь и прокрашиваем. Ой-ой-ой, какие они огромные становятся. Кончики надо прокрашивать. Ну, слушайте, я не знаю, как с длиной, но объем точно сделался. Посмотрите. Что скажете? По-моему, ничего не изменилось со вторым слоем, да? Но какая-то идея интересная. Возможно, все-таки тушь должна быть не совсем такая голимая, как у меня. и не засохшая. Точно, потому что хорошо бы это делать какой-то тушью прям свежей. Что скажете, мои хорошие, по поводу этого лайфхака? Использует кто-то что-то такое? Или у вас, может быть, есть свои лайфхаки, которые я с удовольствием бы проверила? Пишите их в комментариях. А может быть, кто-то знает этот лайфхак и что-то может привнести сюда? Может быть, я что-то делаю не так? Так, пожалуйста, мне напишите. Я с удовольствием бы сделала все правильно. Но как увидела, так и передала. Что касается меня, я этим лайфхаком вряд ли буду пользоваться, потому что, в принципе, меня устраивают мои ресницы с нормальной тушью. Но даже с этой плохой тушью, которая у меня, что-то не очень нравится мне результат. Кажется, что очень много навалено на ресницах. Мне больше нравится, когда ресничка к ресничке одна, закрученная, да, есть некий объем, не обязательно большой, и как бы длина не обязательно большая. Естественно, и красиво. Но эффект есть. Возможно, кому-то это поможет. Ну и напишите вообще, какой глаз вам нравится тогда больше, этот или этот? С лайфхаком или без лайфхака? Все, мои хорошие! Надеюсь, моя находка лайфхака вам понравилась. Жду ваши комментарии. Обязательно ставьте лайк новой рубрики. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Ждите новые лайфхаки. Всем хорошего настроения, хорошего дня. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok